Какие инструменты есть на текущий момент? Конечно, для стадирования по категории МТ применяется магниторезонансная томография с мультипараметрическим сканированием. Для поиска метастазов в регионарные лимфоузлы и в отдаленные лимфоузлы применяется магниторезонансная либо компьютерная томография в зависимости от показаний и противопоказаний у пациента. И, конечно же, остеосцентография для поиска скелетных метастазов. В современной возможности радионуклидной диагностики предлагают следующие инструменты для стадирования ракопредставительной железы. Это радиофармпрепараты на основе простоспецифического мембранного антигена, которым относятся галлий ПСМА и фтор ПСМА. А также радиофармпрепараты на основе ПСМА для аффект КТ, которым относятся технец и ПСМА. Попробуем сегодня разобраться, какие методы лучше и что с чем едят, что с чем можно применить. И пару слов о механизме работы радиофармпрепарата на основе простоспецифического мембранного антигена. Этот препарат вводится внутриверно. После того, как он попадает в кровь, он взаимодействует с рецепторами, которые расположены на поверхности клеток ракопредставительной железы. В норме в предстоятельной железе также есть эти рецепторы, но их количество минимальное. При появлении аденокарциномы эти рецепторы увеличиваются многократно, гиперэкспрессируются. И на основе гиперэкспрессии и взаимодействия этих рецепторов с радиофармпрепаратом как раз используем вот эта методика. После того, как препарат ввели, он взаимодействует с рецепторами. И происходит примерно час распределения радиофармпрепарата, чтобы было полное взаимодействие. После этого приглашают пациента на сканирование, которое идет примерно 20-30 минут. И уже потом идет оценка результатов полученного изображения. Нормальное распределение радиофармпрепарата представлено на данном слайде. Это накопление в слезных железах, слюнных железах, также в печени и в селезенке. Хочу обратить ваше внимание на то, что препараты фторпосма выходят из организма с помощью гипотобилиарной системы. И в печени и в желчном пузыре будет более обширное накопление, чем на галии пасма. Почки, а также двенадцатиперстная тонкая кишка. И одним важным моментом для галии пасма является выведение органами мочеводелительной системы. Как следствие, накопление радиофармпрепарата в мочевом пузыре, что представлено на данном слайде. На фторпосма заявлено отсутствие накопления радиофармпрепарата в мочевом пузыре, что как раз способствует его активному применению для поиска рецидивов данного заболевания после хирургического лечения. В данном случае представлено метастатическое поражение костей, органов и тканей. Мы видим на фоне физиологического распределения радиофармпрепарата в слезных, слюных железах, почках. Мы видим множественные очаги гиперфиксации радиофармпрепарата в костях и такой вот пациент-леопард. Мы таких пациентов в радиологии называем леопардами, так как, соответственно, сходство есть. Есть ли значимые различия между галием и фтором? Были проведены несколько исследований. Первое исследование – это стадирование рака предстательной железы высокого риска. А второе исследование – это было рестадирование пациентов после хирургического лечения. И в результатах данных исследований выявили, что на галии ПСМА и на фторе ПСМА результаты примерно сопоставимы. Разница лишь в том, что фтор ПСМА заявлен как препарат, который меньше накапливается в мочевом пузыре, соответственно, дает меньше фон и лучшая выявляемость рецидивов с помощью этого препарата. Хотел бы поделиться нашим опытом применения галия ПСМА. Мы начали работать с этим препаратом в 2015 году. Конечно, до этого было много исследований с глюкозой, с холином. Им на смену пришел галия ПСМА. И на текущий момент мы выполнили уже порядка более 14 тысяч исследований. Конечно же, большинство исследований – это поиск рецидивов после лечения хирургического либо лучевой терапии. И, конечно же, 10% – это примерно стадирование впервые выявленного заболевания. Данных пациентов мы сами не отбираем. Они приезжают к нам из регионов и из других центров Санкт-Петербурга и Москвы. И таким образом мы сканируем и, соответственно, можем поделиться какими-то результатами. Одним из важных моментов нашей работы является тесная взаимосвязь с коллегами-урологами, так как это упрощает жизнь как рентгенологам-радиологам, так и хирургам и радиотерапевтам. Взаимодействие в таком ключе дает положительные результаты в своей работе, и в частности по выживаемости пациентам гораздо лучше сказывается, чем если бы мы отдельно друг от друга занимались этой проблемой. И какие же задачи мы ставим перед ПЭТ-КТ с препаратами на основе простатоспецифического мембранного антигена? Конечно же, это статирование по категориям Н и М, так как позитронно-эмиссионная томография является более чувствительным методом по сравнению с традиционными методами визоляции, такими как КТ и МРТ, для которых выявление метастатического поражения лимфатических узлов связано с изменением или увеличением размеров лимфоузла больше 10 мм. А также, конечно, категория статирования Т в МРТ является золотым стандартом, и ПЭТ ввиду особенностей съемки, в частности КТ-части, не позволяет нам более детально изучить структурно представительную железу, чтобы сделать какой-то вывод. И третьим фактором, очень современным, активно развивающимся, является, конечно же, отбор пациентов для проведения радиолеганной терапии либо литецием, либо актинем. Ну и хотелось бы поговорить о диагностике метастатического поражения лимфатических узлов. Перед нами пациент 66 лет, у которого выявлен аденокарцином предстательной железы 7 баллов с достаточно высоким ПСА. Этому пациенту было проведено исследование компьютерной томографии органов брюшной полости и МРТ уронов малого таза, и по данным КТ, а также, кстати, остеосцентография, по данным КТ и УСГ никаких данных за метастатическое поражение лимфатических узлов не обнаружено. При этом лимфатические узлы поперечники менее 9 мм. При выполнении позитронной месионной томографии мы видим, что лимфатические узлы как в талантазу, так и забрюшинные имеют активное накопление радиофарм препаратов, что свидетельствует о том, что там есть метастатические клетки. На данном слайде хорошо видно на монопэт-изображениях цепочки лимфатических узлов, обозначенные зелеными стрелками, и красной стрелкой обозначена гиперфиксация радиофарм препарата в предстательной железе. В дополнение к этому у данного пациента есть еще и очаг накопления радиофарм препарата в левой надключичной области, который был нами оценен как метастатический очаг и был впоследствии подтвержден. Данный лимфоузиум удалили и нашли в нем клетки рака предстательной железы. Таким образом, лимфоузиум имел поперечник 7 мм, и проведя обычную компьютерную томографию, мы бы никогда не догадались, что там есть метастатический очаг. Но вот с помощью ПЭТ мы можем дать понимание для клиницистов о распространенности данного заболевания. Если говорить о чувствительности и специфичности при сравнении с золотым стандартом, то цифры, представленные на данном слайде, говорят сами за себя. Если мы говорим про диагностику метастатического поражения костей, то хочу привести мой любимый пример, когда пациент выполняет компьютерную томографию скелета, и остеостентографию скелета, и по данным МКТ мы не видим никаких ИОСГ, мы не видим никаких структурных изменений в костях. При этом у пациента очень высокий уровень ПСА, и сумма Глиссона тоже очень высокая. После выполнения позитронной эмиссионной томографии мы видим, что в костях множественные очаги гиперфиксации радиофармпрепарата, которые не имеют структурных изменений на компьютерной томографии. По сути, такой пациент, если бы ему не делали бы ПЭТ, он, по идее, в принципе, его могли бы как-то и прооперировать, возможно. Возможно прооперировать, я не берусь за, скажем так, разные школы, но кто-то мог бы прооперировать. Но в данном случае этого пациента операция, сами видите, к чему бы привела. То есть ранний эстетив точно был бы. Этого пациента мы отследили, и через год после сделали ему повторный ПЭТ. И мы видим, что в проекции тех очагов без структурных изменений появились остеобластические компоненты, которые являются характерным признаком метастатического поражения. Если говорить о чувствительности и специфичности традиционной эстетистентографии с технецием и галием, то, конечно, ПЭТ-ПСМА обладает большими показателями и более чувствительными к этим метастазам. И мы хотели бы обратить ваше внимание на такую возможность позитронной эстетентографии с препаратами ПСМА, как диагностика рака предстоятельной железы, когда клинически есть данные о наличии этого заболевания, но при этом биопсия негативна. На данном слайде приведен пример пациента с высоким уровнем ПСА, возрастной пациент, у которого по данному МРТ ставится ПАИРАЦ-3, при этом была выполнена биопсия, которая не привела к результатам. И данному пациенту было рекомендовано выполнение ПЭТ-КТ с галием ПСМА, на котором мы обнаружили в левой доле периферических отделов, левой долей предстоятельной железы, очаги перфиксации, которые впоследствии спунктировали и получили клетки аденокарцинома предстоятельной железы. Таким образом, с помощью этого исследования мы смогли обнаружить и подтвердить наличие опухоли у данного пациента. Но так сложилось, что универсального и метода, который дает стопроцентный результат, не существует на данный момент. В данном случае у препаратов ПСМА тоже есть ограничения. Так существует категория пациентов до 15%, у которых нет экспрессии этих рецепторов. То есть препараты не свяжутся с этими рецепторами, и мы не увидим каких-то структурных изменений и очагов накопления радиофармпрепарата у него. Таких пациентов немного, но они имеют место быть, и об этом нужно помнить. И как, скажем так, небольшое подрезюме, хотел бы сказать, что, конечно, стадируемый пациент с помощью ПЭТ-ПСМА по категориям, прежде всего, Н и М. И предпочтение, конечно, отдаем пациентам, предпочтение отдается пациентам для выполнения ПЭТ, пациенту высокого риска и промежуточного. Также, если есть сомнения в наличии метастатического поражения по данным КТ, либо ОСГ, либо магниторезонансной томографии, тоже, в принципе, можно выполнить это исследование, и мы получим хороший результат. Также, когда у пациента по результатам ОСГ, есть распространенный процесс метастатический в костях, и такому пациенту планируется выполнение радиолюганной терапии. Выполнение ПЭТ в данном случае будет, дает понимание о наличии рецепторов, и все равно ПЭТ будет первым шагом для того, чтобы понять, целесообразно ли проводить этого исследования, лечение литецием или бактинем этому пациенту, либо нет. И говорить в качестве замены, применение ПЭТ-КТ в качестве замены рутинным методом пока что рано, прошло недостаточное количество времени, чтобы в стандартах было прописано о том, что мы можем применять эту методику как альтернативу традиционным методам визуализации. И хотелось показать вам интересное наблюдение в поиске рецидива, применение этой технологии, в поиске рецидива после хирургического лечения. В данном слайде представлен пациент 75 лет, которому было выполнено ПЭТ-КТ с галием ПСМА после хирургического лечения, и мы видим, что уровень ПСА у пациента 0,3 нанограмм на миллилитр. По данным позиторонной миссионной томографии мы не видим каких-то структурных изменений. Как я уже говорил, особенность галия ПСМА в том, что он накапливается в мочевом пузыре, и на левой части изображения мы видим интенсивное накопление в моче. Этому пациенту спустя несколько лет выполнено повторное исследование при повышении ПСА, и мы уже видим структурный очаг гиперфиксации радиофармпрепарата, который говорит о том, что в данной области есть ПСМА-позитивная ткань. Впоследствии этот очаг спунктировали и получили там клетки аденокарцинома. Если мы говорим о фторпе ПСМА, то этот препарат заявлен как хороший метод диагностики рецидива, потому что нет накопления в моче. Вот на данном слайде представлен как раз пример, когда мы видим рецидив, обозначенный желтой стрелкой, и отсутствие накопления радиофармпрепарата в моче. Но не все так гладко, везде есть ложка дегтя. Я часто встречаю исследования на фторпе ПСМА, которые сделаны не в нашем центре, так как мы работаем с галием, а в других центрах. И там есть накопление радиофармпрепарата в моче, хотя казалось бы, его там не должно быть. Я стал интересоваться этим вопросом и прошерстив литературу, нашел, пожалуйста, вот замечательное, интересное исследование, которое проведено у одного и того же пациента, там целая группа была, ну вот в динамике наблюдали, в апреле 2019 года, потом в сентябре и в июне 2020. На представленных слайдах видно, от наполняемости мочой мочевого пузыря зависит интенсивность накопления радиофармпрепарата. Чем это обусловлено, пока никто дать понимание не может. Но тем не менее, тем не менее, такая картина имеет место быть. То есть и на фторе тоже есть такая ситуация, что мы можем сталкиваться с накоплением радиофармпрепарата в мочевом пузыре, хотя заявлено изначально, что не должен он там накапливаться, выводится с помощью желчи. Хотел заострить ваше внимание на диагностику рецидивов, так как в стандартах прописано, что применение позитронной эмиссионной томографии с препаратами ПСМА рекомендовано пациентам при уровне ПСА-02 после радикального лечения. Но было проведено огромное исследование, в которое включало почти 5000 человек. Исследование 2020 года, в котором была оценена выявляемость рецидивов у пациентов с разным уровнем ПСА. И как вы видите, на 0,2 выявляемость крайне небольшая. Поэтому, когда пациенты приезжают из разных регионов к нам с цифрами 0,2-0,3 нанограмм на миллилитр, не всегда радиологам удается обнаружить этот источник рецидива, и пациенты расстроенные уезжают к своему лечащему доктору, который направил. Соответственно, с превышением уровня ПСА вероятность обнаружения источника рецидива также повышается. Поэтому мы, конечно же, по возможности, у всех есть разные подходы, но по возможности стараемся, вот в частности, как я работаю, если я на пациента, например, не нахожу на 0,3 рецидив, я пишу заключение. Цельсообразное выполнение исследования, повторное выполнение исследования при достижении уровня ПСА, например, если был 0,3, я добавляю там 0,6-0,8, либо единицу сразу пишу. В таких случаях вероятность обнаружения рецидива гораздо выше. Понятно, что клинически мы не всегда можем, скажем так, в ранние сроки начать спасительную терапию, но тем не менее, чтобы не стрелять из пушки по воровьям, хотя бы надо понимание, где этот источник ПСА-позитивной ткани находится, выяснить. А что делать регионам, если у них нет возможности сделать ПЭД ПСА-МА? Нет возможности отправить в большие центры, где есть такая штука, так как ФТОР ПСА-МА или Багали ПСА-МА это очень, так как кино не для всех и не так сильно распространено, есть возможность, пожалуйста, аффект КТС техниции ПСА-МА. Технология, которая начинает активно развиваться у нас в России и в частности, если есть в центре аффект КТ, почему бы не запримерить пациентам не сделать аффект КТС ПСА-МА? При специфичности аффекта КТС ПСА-МА при ПСА-МА больше 2,2 нанограмм на миллилитр, примерно сопоставим с результатами позиторонами сионной томографией с галием либо фтором. Ну и, конечно же, в конце хотелось бы подвести итог. Конечно, на какие вопросы может ответить ПЭТ с препаратами ПСА-МА? Это же, конечно, метастатическое поражение неувеличенных лимфатических узлов различной локализации, как вы убедились. Методы анатомической визуализации МРТ, КТ не всегда могут ответить на вопрос, есть ли метастазы в лимфоузлах либо нет, неувеличенных. Также метастатическое поражение костей при отсутствии структурных изменений в них по данным рутинных методов обследования. Наличие посмопозитивной опухолевой ткани в предстоятельной железе при негативных результатах биопсии либо данных магниторезонансной томографии. Выявить источник рецидива и, конечно же, перед планированием системной лучевой терапии с помощью литеции либо актини. Все эти возможности доступны при выполнении данных методов обследования и в целом на мой взгляд препараты с ПСМА для позитронной эмиссионной томографии либо остеостентографии в скором будущем наверное будут прочно вписаны в стандарты в ближайшее время. Надеюсь. и хотел бы на этом закончить и поблагодарить вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ